Здравствуйте! С вами Мастер Спорта. Программа о спорте, физкультуре и здоровом образе жизни. Это 419 выпуск, а с вами по-прежнему неунывающий и заряженной бодростью Сергей Кезоркин. Со мной и моим гостем не соскучишься. Сегодня в гостях у Мастера Спорта Роман Еремкин, директор спортивно-туристического клуба «Велосамара». А для начала мы посмотрим сюжет о любителях велоспорта. Велотурист Антон Цоколов каждую весну ждет с нетерпением. Зимой готовит к новому сезону железного коня. До первого снега ездит на работу на велосипеде, по выходным путешествует по Самарской области. Субботним утром отправился на старт открытия очередного велосезона в Самаре. Повод сесть на велосипед и поехать. Нравится вид транспорта. Быстро, без лишних всяких каких-то сложностей можно добраться до места. Термос, еда, ремкомплект – все, что нужно велосипедисту. Необходимый минимум, без которого в дорогу нельзя. В день открытия велосезона любители экологически чистого транспорта собираются на площади славы. Этого дня спортсмены ждали целый год. Масштабно, интересно. Новые знакомства, новые связи. Когда я сажусь на велосипед, мне хорошо. Есть чувство легкости и свободы. Старт на площади славы. Ближайшая остановка рядом со стадионом Самара-Арена. Любителей здорового образа жизни ждала культурно-развлекательная программа с розыгрышем призов. По традиции финишировал велопробег в Курумыче. Для безопасности движения колонна двигалась группами по 10 человек с инструктором. Которые прошли инструктаж и с ГИБДД пообщались по правилам дорожного движения. И инструктаж, мастер-класс по обеспечению работы техники велосипеда. И оказание скорой, первой помощи. Это нам Всероссийский студенческий корпус спасателей помог, провел нам инструкцию. То есть мы полностью подготовлены, как всегда. Открывали очередной велосезон почти 2000 физкультурников. Кроме самарцев в стартовой колонии можно было увидеть гостей почти со всех городов региона. Чапаевцы, тольятинцы и сызранцы в первых десятках. Сейчас прекрасное отношение людей вообще к физической культуре. И это можно ярко увидеть на набережной и в центре нашего города, и на окраинах. Где люди активно сели на велосипеды. И каждое утро мы с вами наблюдаем все больше и больше людей, которые отдают предпочтение этому замечательному виду спорта. С весны до самой осени велосипедистов ждет насыщенная спортивная программа. В начале мая пройдет многодневная гонка, тур по краю. Летом веломарафон Самарской Лукан, Кубок Самары по кросс-кантри и велобиатлон. Роман, расскажи, как в период коронавируса любители велоспорта справляются или не справляются с самоизоляцией? Сразу пришлось отказаться от массовых мероприятий. Увы, к сожалению, официальный мероприятий, такой как открыть летнего велосезона, не состоялся. Еще несколько гонок пришлось отменить, чтобы не подвергаться опасности. А в одиночном, в нынешнее время можно уже и в парном формате, народ ездит. И это как раз позволяет вполне себе хорошо пережить самоизоляцию. Потому что без спорта было бы очень тяжко. Даже вот такого любительского, когда там на велосипеде хочется в ближайший лес выкатиться. А открытие сезона все-таки будет или не будет? Ну, в таком формате, как именно уже открытие, нет смысла его озвучить. Потому что сезон все равно открыли каждый для себя по-разному в индивидуальном порядке. Но какое-нибудь массовое мероприятие мы точно хотим провести, но когда уже позволят соответствующее состояние. Как это будет называться? Либо что-нибудь в тему, либо, конечно, не дай бог, это уже под закрытие летнего велосезона. Ну, ты уже начал рассказывать, апрель-май, что должно было состояться и перенесут ли эти соревнования на другое время? В апреле как раз открытие летнего велосезона Самарской области. В мае многодневная спортивно-туристическая гонка тур по краю. Далее первый и второй этап КВС, это мая-июнь. Ну, и чемпионат по велобиатлону. То есть, единственное, что из этого точно в планах ближайшее, это на 3-5 июля тур по краю. Многодневку для велосипедистов, что с туристической снарягой, что без. Но, опять же, ждем, что нам Министерство спорта скажет на следующей неделе. Тогда об этой гонке расскажи. Что это за гонка? Это одна из увлекательных гонок, которая позволяет познакомиться с нашей областью. То есть, 2 или 3 дня, в зависимости от категории, велосипедистам дается карта, дается легенда. Им нужно найти в поселках соответствующие памятники культурно-технического наследия. То есть, памятники Великой Отечественной войны, да, это какие-то храмы, там, церкви, еще какие-то памятные места. И все это в как можно короткий срок, плюс ночевки в палатках, как положено. В этом году эта гонка будет посвящена 75-летию Победы или какой-то другой дате? Нет, мы вот так конкретно ее не посвящаем, потому что всегда, в каждый год мы, так или иначе, посвящаем памятники Великой Отечественной войны. Потому что история прошлась по всей стране, уже не говоря про Самарскую область целиком. И в каждом поселке есть памятник, посвященный людям, которые одержали Победу. Но есть какие-то постоянные вот эти точки по памятникам Великой Отечественной войны? Нет, мы район, мы всю область постепенно проходим. В этом году это будет отрадный, сейчас скажу, морский, богатовский район. Вот, те поселки мы захватываем. А километраж напомни еще раз? От 200 до 350, в зависимости от категории. А кто может поучаствовать? Любой желающий, начиная с 16 лет. Ну, можно с 14, но это при, вот, если еще сами родители будут принимать участие. Потому что гонка требует не только физическое развитие, как спортсмены, но и логистики, и навыков по топографии. Вы как-то отбираете спортсменов? Потому что действительно гонка и многодневная, и километраж большой. Нет, мы не отбираем, мы сразу вставляем категории и объясняем, где какой километраж, где какие идут нагрузки. И люди, ну, не было так, чтобы кто-то заявился в более сложную для себя, потому что все трезво оценивают свои возможности. Ну, и плюс максимальное обеспечение безопасности. У нас есть автомобиль с порождения в случае, если потребуется эвакуация. То есть, ну, пока тетю тетю, еще ни раз такого не было. В этом году примерно какое количество будет участвовать? Больше или меньше? Ну, обычно в гонке принимают до 100 человек суммарно. Вот, по этому году мы не можем сказать, потому что если мы проводили раньше в майские праздники, там было всегда три выходных. То сейчас у нас, получается, мы проводим у нас два выходных, и один мы захватываем рабочий день. Поэтому кто сможет в рабочий день и на полноценные три дня участвовать, пока вот не можем точно сказать. Но в любом случае ждем всех, тех, кто и на три дня, и на два дня. Интересно будет, потому что места хорошие, рельеф тоже достаточно своеобразный, плюс там Катулукское водохранилище и Базулукский Бор рядом. Красивые места. Есть постоянные участники этой гонки? Да, есть, и они, безусловно, ее ждут. Поэтому они очень надеются, что в этом году она состоится. А там как у вас? Победители или кто добрался до финиша? Я вам скажу, что добираются большинство. То есть, да, бывали те, кто когда сходили, особенно когда погода была такая, ну, сильно дождливая и прохладная. Но сейчас июль, явно тепло, жара, даже если дождь, в любом случае будет легко перенести. А так, да, победитель пенек всегда набирается. Есть ли постоянные победители, у кого там больше одного кубка? Ну, у нас медалями, я бы сказал, нет таких, кто все время постоянно бы держал первое место. Потому что аперсестов, команда меняется, подготовка все равно у всех меняется. Ну, единственное, и плюс народ меняет категорию, начиная от туризма новичков, переходит постепенно к туризм-профи. А, то есть лифт работает? Да. А есть такой пример, вот герой-спортсмен, который начинал, так скажем, от начинающих, сейчас в профессионалах уже катается? Да, Ленар Ахметов. То есть, студент аэрокосмического университета, он, ну, нынче государственного университета. Он тоже начинал как любитель просто, и сейчас, ну, показывает хорошие, ну, достижения. Притом, я могу сказать и смело заявить, что вот любительский велоспорт, да, соревнования тоже нужны, потому что это дополнительная возможность увидеть профессионалов, которые могут уйти в профессиональный велоспорт и занять там все медали, даже в олимпиадах. А что, такие были уже случаи у вас? Увы, мы пока только взращиваем это поколение, поэтому о будущем каких-то таких результатов мы можем только надеяться и ожидать. Ну, а переходы есть? Переходы, да, есть. Есть те, кто у нас еще, начиная с мэлко-возраста, когда вот эти были, категории для детей, в них принимали участие, они потом, да, шли в федерацию велоспорта, записывались и дальше там продолжают заниматься. Такие есть. А кроме гонки по Самарской области, что еще грядет, если разрешат соревноваться? Какие соревнования будут? Ну, хотим провести, ну, уже, наверное, не в формате кубка, потому что только гонок не проведем, ну, в велосамарской кросс-кантри, вот, однозначно хотим провести, ну, говорю, если удастся, все-таки попробуем реализовать велобиатлон, потому что дети особенно любят этот праздник спорта. Расскажи о велобиатлоне, ведь я как помню, это именно наше изобретение, да? Ваше изобретение. Ну, прям, чтобы изобретение назвать нельзя, но, да, то есть мы одни из тех, кто вот поставил это в такой, в массовый формат, да, потому что биатлоны-то все обычно привыкли лыжные, а вот что в велосипедной и с винтовки, ну, по-моему, у нас единственный в Самаре он реализуется в таком формате, с мишенями, как у биатлонистов, потому что в остальных где-то мы видели арбалет, лук, там, пейтбольное оружие, то мы все-таки приближены к обычному биатлону. Ну, а выносливость, что и на лыжах, что и здесь в велоспорте, она также показывается. Коротко об этом турнире расскажи, как это все происходит и где. Проходить это будет либо лесопарк Дубки, либо лесопарк шестилетий советской власти. То есть огневый рубеж, где участников ждут винтовки, и круги основные, и штрафный круг, ну, примерно километр на старшую категорию, и, соответственно, четыре огневых рубежа, две стойки и две лёжки. Соответственно, промахнулся, еще метров 200 за каждый промах наворачиваешь. Таро! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Здесь есть ли постоянные победители? Да, Пащенко Дмитрий один из тех, кто часто призовые места захватывал практически. Девчонки менялись периодически. То есть там прям битва достаточно серьезная была. То есть в велобиатлоне сложно победить, да? Есть какие-то свои секреты? А здесь требуется не только выносливость, да, и меткость, но еще умение быстрее в уровне дыхания. Потому что все, кто стреляет, прекрасно знают, что без ровного дыхания сложно попасть в цель. Что можно порекомендовать тем, кто сидит дома, но готовится вступить в ваше любительское движение? Коротко, как подобрать велосипед, да? Может, какая-то экипировка? И как вас найти? Ну, найти нас достаточно листон легко на онлайн-ресурсах. Это ВКонтакте Велосамара, Велосамара это сайт есть отдельный. То есть достаточно легко бьется в поисковых системах. По поводу по снаряжению, чтобы не просто велосипед купил и кататься, да? Понятно, вам там помогут про сновки подобрать, по снаряжению под ваш уровень. Но я хочу обратить внимание, что в первую очередь рекомендую приобрести шлем и световые приборы, чтобы при езде по дорогам общего пользования, да и даже по тротуарам, вас было видно. И, конечно же, соблюдение правил дорожного движения. Потому что когда вы соблюдаете, вы безопаснее передвигаетесь. А если есть безопасность, то точно вы доедете до наших мероприятий. Понятно. По экипировке что-то нужно? Отдельная еще форма? Вот у вас, я смотрю, специальная маечка такая. Это уже, да, со временем. Сами мы все тоже начинали с джинсовых шортов, обычных, с футболок. Да, это уже постепенно перешли на джерси, на кто-то навел штаны. Это все постепенно, это не требует прям сразу первоначальных затрат. Основные первоначальные затраты, кроме велосипеда, это шлем, перчатки, наверное, чтобы было проще. Ну и фляжка для воды. Потому что сам ты знаешь, Сергей, что без воды заниматься спортом тяжко. Ну да, и ни туда, и ни сюда. И последний вопрос. Тренер необходим на первое время или можно как-то самому справиться с нагрузками? Лучше все-таки обратиться, да, с советом либо к тренерам, либо к страничкам, кто пояснит, какие нагрузки можно давать и как вообще правильно пользоваться теми скоростями, которые сейчас есть на велосипеде. А не как раньше наша советская, только передача вперед одна и задний тормоз. Какие пожелания самарцам в это сложное время, во время коронавируса? Все-таки стоит заниматься физкультурой или лучше повременить? Нет, физкультурой в любом случае заниматься стоит. Неважно, это вы выбираетесь на велосипеде или дома, там, зарядку делаете. Это уже помогает вашему организму быть в тонусе в любом случае. И, соответственно, если вы постепенно, даже дома, находясь, да, там, увеличиваете нагрузку, количество отжиманий, приседаний, еще что-то, организм все равно форму свою улучшает. Поэтому заниматься спортом, он нужно, полезно, даже в такое достаточно сложное время. А на сегодня это все. Но это еще не финал. Мастер спорта еще покажет все самое интересное, что происходит в спортивной Самаре, но уже через две недели. А я Сергей Кизоркин. Помните, любите спорты и занимайтесь физкультурой. До встречи.